Субтитры подогнал «Симон» Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святых равноапостольных Константина и Елены Ирей Алексий Володин. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Благословите нас на начало, пожалуйста! Божие всем нам благословения! Спасибо, Господи! Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – «Измена в семье». Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Батюшка, тема достаточно печальная, но хотелось бы у вас узнать, в своей деятельности приходской часто ли вы сталкиваетесь с изменой? Он, к сожалению, достаточно часто для того, чтобы имел смысл об этом говорить и здесь, и вообще. Потому что одно дело – острая измена, когда вот это только что произошло, и нужно работать с людьми для того, чтобы помочь им жить дальше. А другое дело – это последствия измены, последствия, которые могут продолжаться и через 20, и через даже 40 лет. И это тоже, к сожалению, всплывает. Батюшка, можем ли мы делить измену, происходящую, допустим, у людей мирских, не церковных, и измену, которая происходит в церковном круге? Есть ли принципиальная разница? Ну, если говорить о воцерковленных семьях, где и муж, и жена воцерковленные имеют духовника, ходят в храм, исповедуются и причащаются вместе. Случаи измен здесь, конечно, крайне малы. Если они уже есть, то это отдельное рассмотрение. Это не то, что можно исцелить по телевизору. А большинство семей все-таки, они половинчатые. Женщина, например, ходит в храм, а мужчина не ходит. Бывает, что и наоборот. И вот в таких семьях, если говорить о пастырском опыте, как раз и происходят, к сожалению, измены. Ну, люди, конечно, совсем не церковные, они просто не доходят до меня. Я думаю, что там измен, наверное, гораздо больше, но они к нам, мы к ним пока доступа не имеем. Почек, ну, наверное, под изменой мы подразумеваем уже свершившийся некий такой факт. А перед этим ведь лежит еще долгий путь некой неверности. Ну вот, нужно сказать, что не всегда этот путь долгий. Иногда измена действительно происходит внезапно. И даже сам человек может искренне вполне об этом рассказывать, что он не хотел изменять. Буквально там еще неделю назад. А неверность — это скорее форма измены, другая форма измены. Что бывает, что муж, например, изменяет жене с любовницей, то есть имеет с ней интимную близость. А бывает, например, что один супруг просто сможет быть своим сердцем в каких-то вещах ближе с другим человеком, чем с мужем. А бывает так, что даже и противопоставляет другого человека мужу, подчас даже в лицо. И это все есть, конечно, неверность. И с этим можно жить? Рано или поздно это может привести к расставанию. Здесь вопрос уже о том, насколько человек осознан, насколько он хочет, ну, по большому счету, сохранить тот брак, который есть. Потому что, ну, что такое неверность? Ну, такой очевиднейший пример, ну, может быть, утрированный, да? Если женщина приходит, например, к мужу и говорит, что вот я сегодня ходил на фитнес, да, там такой замечательный тренер, он такой накачанный, физкультурный, вот, а не такой, как ты. Ты вот весь такой хилый, и она может это ему не говорить, но, например, внутри так считать. Это будет очевидная неверность. Но бывает ведь и, когда другие мужчины противопоставляются мужу, например, в духовных вещах, да? Например, женщина говорит, что вот смотри, там какой-то церковный служитель, вот он вот такой вот правильный весь, вот он знает, как нужно жить, вот тебе нужно пойти у него поучиться. Ты-то ведь не знаешь. Вроде бы, да, как, это измена или нет? Ну, вот я знаю реальные случаи, когда вот именно вот таким образом развивались события, как я сейчас рассказал, и закончилось это очень печально. Вот этот муж, он пошел и в приступе ревности просто реально убил вот этого церковного служителя. Это реальный случай, который произошел у нас в России до нескольких лет назад. Просто кто здесь виноват? Да? Только ли муж? Или все-таки имела место неверность, хотя и, может быть, неосознаваема самой женой? Печальная, батюшка, ситуация. Ну, часто случается так, что измена становится некой такой жирной точкой в продолжительных, не очень удачных отношениях, когда люди не имеют решительности для того, чтобы договориться, используют измену как инструмент. Как вот относиться к этому, и есть ли это в полной мере измена? Ну, обычно всегда, да. Второе, то мы очень рад. И вот он говорит, что да, все-таки вот. Я так и знал. Да, да. Ну, это игра, да. Может быть, для кого-то это нужен, этот путь, чтобы обрести эту решимость. Ситуации бывают разные. Но, конечно, виноват в такой измене оба человека. И вообще, вот здесь вот вопрос вины очень важен. Очень часто, ну, многие склонны разделять. Вот есть виновник, например, муж, а есть жертва. Женщина, которая вот она хорошая такая, у нее дети, все, вот она вот делала там еду, за детьми ухаживала. И вот муж взял и ей изменил все. И мало того, что изменил, еще вот и бросил ее, ушел, например, к любовнице. Можно так рассуждать, конечно. Но если мы не даем человеку возможность взять ответственность вот за то, что случилось на себя, то мы отнимаем у него силы. Потому что если человек жертва, у него сил нет это вынести. Но если он осознает и свою часть вины, то тогда у него появляются силы идти дальше уже к решению. Дальше, ну, наверное, здесь стоит поговорить о причинах измены как таковых. Ну, сколько людей, столько и причин. В каждой семье, в каждой вот отдельно взятой истории совершенно все по-разному, по-другому. Вот, конечно, все это можно свести к достаточно банальным вещам. Если в семье нет или физической близости, или ее недостаточно кому-то из супругов, или эмоциональной близости, то тогда обычное или то, или другое начинает искаться на стороне. Или просто само начинает активно искать вот того, кому это не хватает. И, собственно говоря, происходит измена. Это если общая канва. Но, к сожалению, может быть, в 80% случаев это именно так. Батюшка, ну, есть ли какие-то особые отличительные черты в изменах женщин и в изменах мужчин? Может быть, дефицит каких-то качеств? Ну, опять же, не хотелось бы здесь быть банальным, но вот то, что обычно всегда говорят, оно действительно справедливо. То есть мужчина действительно может искать больше интимной близости. И таким образом его измена, она иногда и бывает внезапной. А женщины, они, как правило, ищут все-таки эмоциональной близости. И поэтому их измена, она больше обусловлена каким-то длительным отсутствием или вообще полным отсутствием этой эмоциональной близости в семье. А под эмоциональной близостью что мы подразумеваем? Внимание, что-то еще? Смотреть в одну сторону. Когда люди живут, ну, у них есть общая часть, то, на что смотрит их душа, то, что действительно создаёт смысл в жизни. Это могут быть и дети, и работа совместная даже, может быть, какие-то совместные проекты, это может быть совместная духовная жизнь, много что. Но, может быть, даже просто поход в лес за грибами. Но они делают это вместе, душа в душу. А бывает, что люди живут вместе, точнее, рядом, но не вместе. Смотрят каждый в свою сторону. И тогда, вот если это продолжается достаточно долго, то, соответственно, человек начинает искать того, кто мог бы его понять. Выслушать, поддержать, разделить его внутренние, самые глубинные переживания. Если это не может сделать супруг, то находится кто-то другой. Батюшка, а как вы думаете, с чем связано такое явление, как кризисные возрасты, вот именно в которые чаще всего происходят измены? Я вот знаю, у мужчин это где-то около 40 лет, у женщин диапазон несколько шире. Почему так? Ну, во-первых, если говорить про кризисные возрасты, то здесь возраст нужно считать от создания семьи. То есть первый кризис, это, например, год брака. Второй кризис идет рождение первого ребенка. Ну, понятно, почему рождение первого ребенка, потому что перестраиваются отношения. Если, например, женщины начинают уделять 100% внимания ребенку, а про мужа совершенно забывают, то не каждый может это пережить. Здесь нужно помнить, что мы растим детей. Для чего? Для того, чтобы они выросли и ушли. Правильно? Ушли в свою жизнь. А муж, он должен вырасти и остаться. А бывает так, что, к сожалению, муж вырастает и уходит, а ребенок вырастает и остается. Бывает, 40 лет он живет с мамой, да, и не ушел в свою жизнь. Бывает кризис пяти лет, тоже, когда происходит некое переосмысление. А вот то, что вы говорите про кризис среднего возраста, 40 лет, то он вообще-то специфичен для людей, которые воспитывались в детстве под влиянием одного из родителей, как правило. Ну, по крайней мере, наиболее остро он переживается. Мы тут как раз подходим к теме, если родители развелись, как это относится, воздействует на ребенка. Для ребенка это всегда тяжелейшая катастрофа. И он готов отдать жизнь для того, чтобы родители соединились. Задача родителей – объяснить ребенку, что это его не касается. Что для него мать 100% остается, как его мать, и отец 100% как его отец. Если, например, ну, допустим, мужчина ушел из семьи, к любовнице, да, женщина, а ей не хватает ресурсов, например, перенести ситуацию, и она пытается взять поддержку ребенка, она говорит ему, смотри, это нас с тобой вместе бросили, твой отец нехороший человек, он негодяй. Если она запрещает ему быть похожим на отца, то это будет сначала приводить к тому, что ребенок будет бунтовать, будет все больше и больше пытаться в самых крайних негативных моментах подчеркнуть свою идентичность с отцом. Вот, но если мать очень сильный человек, и его все-таки сможет задавить так, что он, ну, из лояльности к ней вообще не сунется на ту половину, вот, то вот такого человека как раз ожидают очень феерический кризис среднего возраста, когда он для себя эту вторую половину-таки, наконец, откроет. И здесь может перейти, произойти просто перестройка всего, что было построено в жизни, потому что построено было это, опираясь на одну ногу, оказалось, что человек еще вторая нога. Здесь вот очень серьезный вопрос. Это один из таких глубинных причин, когда рушится брак, может разрушиться брак, все мигдинут, все было, казалось хорошо. Батюшка, ну вот вы знаете, если говорить о этом возрасте, 40-50 лет, то особенно в среде таких достаточно состоятельных мужчин считается как будто чем-то нормальным иметь какую-то любовницу или какую-то связь на стороне. И вот хочется спросить, разве могут существовать на протяжении длительного времени семейные отношения, при учете того, что один из членов живет в состоянии постоянной измены? Ну, по факту такое бывает. Бывает, более того, бывает так, что у людей две семьи реальных, да, то есть это любовница, это не просто какая-то там любовница, а это просто реальная вторая семья с детьми, а бывает и третья, ну, вопрос как бы, что мы хотим. Да, бывает так, люди живут. Почему на это соглашается родная жена? Это уже вопрос другой. Потому что бывает, что такая женщина приходит, например, на исповедь, да, пожаловаться на мужа, что вот он такой негодяй, а потом в разговоре с ней выясняется, что она, в принципе, она не готова строить свою жизнь отдельно, что она, например, нигде не работает, что он ее полностью содержит, и она не хочет это менять, теперь пойти на работу. Все это устраивает. Ситуация длится, когда всех все устраивает. Конечно, это губительно для тех детей, которые растут в таком браке. Вот, ну, мы же не можем за людей думать, да, и толкать их куда-то. Дочка, а есть разница между блудом и прелюбодеянием? Я насколько понимаю, тут вопрос... Ну, это казуистика, конечно. Все одно и то же. Ну, если уж точно в термин вдаваться, то прелюбодеяние — это отношения не в браке, когда один из или оба, они состоят в каких-то браках, а просто блуд — это когда люди находятся в отношениях, и никто из них не находится ни в каком браке. То есть суть прелюбодеяния, наверное, в разрушении чужой семьи, да, если я правильно понимаю? Ну, можно так сказать. Хотя, еще раз повторю, для меня это казуистика. Буд есть Буд. В принципе, можно как синонимы использовать. Батюшка, позвольте я вам задам вопрос, который к нам пришел через группу ВКонтакте. Наш телезритель пишет. Отец Алексей, скажите, как быть, если расстались с женщиной три года назад, но продолжаем общаться? Она вышла замуж за мусульманина, преследуя корыстные цели, самокрещенные в православии, и у нее сын от первого брака. Я отношусь к нему как к родному. Как быть мне? Я до сих пор ее люблю. Интимных отношений нет. Не является ли это блудом, если мы встречаемся и проводим вместе время? Она ведь замужем. Ну вот эти вопросы, как быть, они, конечно, очень хороши. Вопрос в том, что человек хочет. Так вот, если рассмотреть этот случай, то понятно, что вот эти отношения, они мешают прежде всего ему пойти в свою жизнь. Он остается смотрящим назад на то, что уже закончилось. и конец этого, он одинаковый. Это тупик. Это понятно. Собственно говоря, для нее это то же самое. Она тоже, вот если она находится в такой же ситуации, она тоже смотрит назад на то, что уже прошло, и разрушает то, что есть в том браке, который у нее сейчас есть. Поэтому этому человеку, конечно, нужно понять для себя, что он хочет. Если он хочет создать свою семью, тогда, конечно, вот это нужно прекращать, заканчивать. Нужно дать ей, оставить ей место в своем сердце, как своей первой жене, если это первая жена была, да, вот, согласиться с тем, что никто это место не займет. Даже если у нее будет другая жена, это уже будет вторая жена, на другое место займет. Вот, а это займет свое место. Но идти вперед. Может, иначе так, это просто боль и разрушение. И для одного, и для второго. Спасибо, Господин Батюшка. Ну вот, возвращаясь к теме измены, если факт измены становится известным, каким образом его переживать? Тому, кто изменил, тому, кому изменили? Действительно, вот, самое сложное, наверное, в измене, это, вот, первый момент после, после, вот, того, когда это стало вдруг известно, внезапно, как правило. Потому что в один момент рушится все, то, что создавалось годами, в то, что вложена душа. И самое главное, что непонятно, что делать дальше. То ли пытаться срочно каким-то образом избавляться от соперницы или соперника, да, или гордо хлопнуть дверью, уйти, взять девичью фамилию. здесь важно понять, что должен быть, вот, что что-то действительно закончилось. Не зря Христос в Евангелии говорит об измене, как о том, что прекращает брак. И, по сути, брак, вот, в той форме, в которой он был до этого, которая, кстати, и привела к этой измене. Нужно понять, что он был небезупречный, этот брак. Вот он действительно закончился. И, по сути, он, как и все, что умерло, должен быть оплакан. Как мы оплакиваем родных, маму, отца, тех, кто умер, если мы их хороним. Точно так же должен быть период, когда, по сути, эти отношения, они должны быть оплаканы. И это не депрессия, это нормальное состояние. Но оно не должно длиться годами. Буквально одна, две, три недели. И дальше нужно принимать решение, куда идти дальше. И, надеюсь, на этом месте нужно понимать, что есть только два направления. Одно из них решение, а второе только кажется решением. Это либо в сторону жизни, либо в сторону смерти. идти в сторону смерти, это не хочется даже такие вещи называть, это суицид, депрессия, одиночество, это вот подобные вещи. И человек должен четко понимать, хочет он туда идти или нет. Вот и здесь как раз, если у него нет сил идти в сторону жизни, человеку требуется помощь. Или психологов, или священников, или тех, кто может ему помочь. или просто хотя бы благонамеренных подруг. А второй путь, это путь в сторону жизни. И это путь в сторону брака. Либо брака другого, уже на других основаниях с тем же человеком. Вот обновленный брак. Либо с другим человеком. Потому что, ну и, конечно, я еще не это о людях, которым по 60 лет, да, или там больше 50. Сережа, это к те, кому-то 20, 30, может быть, до 40 лет. Другой брак возможен с другим человеком. Либо с этим же человеком, который, если он кается и хочет вернуть семью. Но вот это решение воссоздать семью, оно должно быть обоюдным. И тот, кто изменил, он должен хотеть создать семью. И он должен что-то такое сказать, предложить, буквально заново предложить руку и сердце, так, чтобы второй действительно поверил в это. И второй тоже должен действительно принять на себя полную ответственность, что это будет новый брак, брак, возможно, лишенный тех недостатков, которые все-таки перевели к этому разрыву. Позвольте, я вас прерву, мы вернемся обязательно к этому же моменту, а сейчас у нас есть звонок из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Лилина, у меня такой вопрос, спасибо вам большое за ваши ответы, спасибо, господи, господи, коллекции, мне 45 лет, мы с вами прожили около 25 лет, уже у меня было 12 лет назад, но я его не простила, сейчас он может вернуться к своей любовнице, и у меня очень важный вопрос, мы стараемся себя пережить, сейчас дочери ей уже 20 лет, когда переживаем, сейчас переживаем вновь, как дочь, как настраивать вот эти отношения отца и дочери, потому что он не верующий человек, с трудом у нас в доме не разрешал иконы, и основная была причина этого характера, и то, что я хожу сейчас в храме, приобщаю к этому дочери, он проповедует такие вещи, как некоторые вещи, как дует среди молодежи сейчас очень это прогрессирует, да, и дочери, он как бы, вот, что это все нормально, хорошо, как вот не нарушить эту запись, запись, которая говорит, почитайте родителей своих, и пройдется в ней ваш, вот как вы, батюшка, как, вот, наши дочери, она очень тоже переживает. Спасибо большое за вопрос. Ну, я так понимаю, что вопрос дочери касается, да, она должна, как она должна уважать отца, просто то, что она действительно должна его уважать, просто как человек, имеющий свое мировоззрение, свой опыт, который привел к этому мировоззрению, и как раз здесь штруль матери, которая этот вопрос задает, и заключается в том, что она должна дочери объяснить, что твой отец, вот он такой, если мать будет настраивать дочь против отца, то она настраивает ее, по сути, против половины себя, человек, который не принимает половину себя, он не будет счастлив в жизни никак, никаким образом, это не получится у него, вот отец такой, и мы не ставим его на весы, не надо его, вот, ставить на весы и смотреть, как правильный или неправильный, дочь, как ребенок, она свободно выбирает любой путь, она не обязательно должна идти путем отца, она может для себя решать, правильно это или неправильно, и нести также ответственность за этот выбор, она же уже взрослая, вот, отец же не навязывает ей, что она обязательно должна будет идти, например, это уже тогда не отец, это уже какой-то насильник тогда получается, вот в чем вопрос. Ну и в принципе ситуация была бы точно такой же, если бы семья была бы целой, ну просто отец придерживался бы таких нехристианских взглядов. и естественно это очень болезненно для детей. Позиция матери правильная, ты можешь брать все, что хочешь от меня и от отца. И позиция отца нормальная, тоже такая, должна быть, естественно. Если один родитель начинает гнобить другого, ну это наверное не для этого случая вообще, то ребенок может начать принимать сторону вот как раз исключаемого. В пику того, кто вот такой правильный там ведет правильный образ жизни и так далее. Ну особенно если переходный возраст? Ну это в разном, во всяком возрасте может быть, не обязательно в переходном. Поэтому здесь нужно вот очень быть внимательным. Вот конфликт между родителями решать на их уровне. Не давать ребенку в это вообще вмешиваться. Скажите, это тебя не касается, это наше дело. И всегда он пытается вмешиваться, говорить ему, ты не... Вот мы тебе даем все, что только вот мы можем дать, вот все, мы тебе отдаем все, всю твою свою душу, сердце, вот имущество мы тебе все отдаем. Вот, но пожалуйста не лезь вот это в наши отношения, мы их решим сами на своем уровне. Вот, иначе как раз это будет грех, если ты будешь влезать в наши отношения. Вот, что нужно ему объяснить. Спасибо, Господи, Батюшка. Ну вот, вернемся к той точке, на которой мы прервались. Собственно, два пути создания новой семьи и создания нового брака в той же самой семье. Насколько вы считаете, это должно быть оформлено, так сказать, ритуально? То есть, вот, допустим, у западных христиан есть такая традиция, как обновление обещаний или повторное венчание. Нужно ли что-то подобное нашей православной традиции людям соблюдать? Ну, безусловно, венчать второй раз их никто не будет. Да, если говорить о церковных таинствах, то виновной стороне, ну, виновной в кавычках, на самом деле обоим сторонам, обоим сторонам должна быть дана эпитемия священникам в той мере, в которой есть, в общем-то, вина у каждого. и по истечении этой эпитемии им, по богосценению опять же священников, стоит воссоединиться и отметить это воссоединение уже как создание новой семьи, устроить семейный праздник, как бы здесь уже никаких обрядов не надо, это просто стол и праздновать тоже эту дату как дату рождения своей семьи обновленной, то есть отмечать это как семейный праздник этот день. Вот можно в храме отслужить молебен в этот день, естественно, вместе причаститься, если это верующие люди. Спасибо, Господи Батюшка. Снова прервемся, у нас снова звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните? Алло? Да-да-да, мы вас слушаем, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Вы знаете как, хорошо, когда все благотолучно заканчивается, при том, когда обнаруживается измен, и когда ты прощаешь человека, и это обоюдное прощение, да, но когда человек делает все так великолепно, как мы делаем, например, раньше, и в семье, и в отношениях, и во всем, но единственное, что он тебе говорит, что в тебе он уже женщину не видит, и тебя как к женщине, и его как к женщине к тебе уже не тянет. то есть есть все отношения, которые обычно складываются у людей, но вот интимной близости уже в семье нет. Спасибо большое за вопрос, но это, наверное, в дополнение к вопросу о неверности, да, то есть такая скрытая форма. Ну, я просто понимаю, да, но по сути-то здесь как бы речь идет о том, что брак-то закончился все-таки на самом деле, да, потому что если нет интимной близости, то брака нет, потому что жить можно с кем угодно, жить можно, вести общее хозяйство с мамой, с бабушкой, с папой, с другом можно вести общее хозяйство, но если нет интимной близости, то тут уже не брак, поэтому вопрос уже дальше, что хотят все-таки оба этих человека, если они хотят Если нет интимной близости просто потому, что это результат травмы, потому что они пытались войти в старый брак, а он уже закончился, и они оба готовы работать над тем, чтобы всё-таки воссоздать брак на новых условиях, тогда они могут прийти к специалисту, который смогут им помочь это сделать. Но если один из этих партнёров не хочет ничего делать, то, по сути, это конец брака. Ну да, тем более, если в этом есть некая такая бравада. Просто, к сожалению, люди не хотят... Ну, это больно, потому что увидеть, что действительно это закончилось. Уже возникает вопрос, что делать дальше. И часто бывает, что человеку даже идти, например, некуда. Сколько я знаю таких семей, которые развелись, развелись, но они живут с этим же человеком в одной квартире, потому что им некуда деться. И вся их жизнь – это один сплошной скандал. Поэтому они говорят, что развелись, что не развелись. Вот как бы, да, они по паспорту чужие люди, но живут так же вместе, ругаются. Поэтому тут вопрос, что вот в этом может упираться. Батюшка, вот часто к моменту измены или к моменту развода люди уже совершенно теряют способность общаться друг с другом, разговаривать. И вот произошла такая печальная ситуация с изменой, например. Люди встряхнулись, и, допустим, возникло решение снова налаживать отношения. Как возобновить диалог? Разговаривать. По сути, и нужно разговаривать вместе. Ведь брак строится на простых вещах, на обмене. Один человек даёт, другой человек берёт. И кто берёт, он тоже даёт то, что тому нужно, а тот берёт. Все проблемы, они возникают, исходя из этой схемы. Это либо один не может давать чего-то, либо он не может брать. А вопрос ещё, нужно знать, что давать и что брать, что человеку нужно. Бывает так, что люди живут вместе 10 лет, и они даже не знают, например, любимый цвет своего супруга или любимая еду. Любимое место, например, в городе, любимую книгу. Вот как раз наступила пора тогда узнать про всё про это. Понять, что человеку нужно. Если по каким-то причинам они не могут найти всё равно консенсус, тогда можно обратиться к третьему человеку-специалисту, или к психологу-специалисту о семейных отношениях, либо к священнику, который тоже помог бы им договориться. Но вообще, конечно, инициатива и все ключи в руках у самих людей. Если они имеют горячее желание договориться друг с другом, то никто им не нужен больше. Просто нужно говорить. Говорить, понимать другого, пытаться понять его. Если один человек понимает другого лучше, чем себя, то их не разорвёшь. Если второй тоже его понимает. Батюшка, ну вот вы уже затронули тему того, что делать дальше. Началась новая жизнь после измены. Что делать дальше? В смысле, в какой ситуации? Ну, в любой, что в сохранении старого брака, что в случае новых совершенно отношений. Ну, я же уже говорил, да, что период траура должен быть. Осознание того, что то, что было раньше, оно ушло. И не нужно пытаться войти в то же самое. И дальше выбор. Выбор пути или тот же брак. На новых основаниях, либо другой брак. Если другой брак, то значит развод. И, соответственно, через какое-то время уже поиск другого супруга. Естественно, переосмысление причин несения своей части вины. Если человек считает себя только жертвой, ещё раз повторю, сил у него нет идти дальше. Если он понимает, что есть часть его вины, то в той мере, в которой он это понимает, у него есть сила идти дальше. Но как не наступить на те же грабли? Вот здесь как раз и нужен анализ того, почему это произошло. Это анализ человек может либо сделать сам, и здесь мы все призваны стать психологами. Ты не нужно думать, что это вот какой-то другой человек, который что-то знает, что мы не должны знать. Либо если действительно не хватает понимания и видения, у нас у всех есть слепые пятна. И есть вещи, которые мы просто не видим в себе. Не потому что мы там глупые или какие-то нехорошие, неправильные. Но это нормально. Поэтому нужен другой человек. Это может быть психолог, это может быть просто друг, подруга, которая может рассказать, как она видит, например, со стороны ситуацию. И иногда, причем если дать ей говорить правду, это может быть шокирующим. Кажется, что другой человек вообще видел все, вот как оно есть там на самом деле. И, кстати, может даже еще и лучше психолог это объяснить, потому что он знает все это изнутри, знает всех, может все это рассказать, объяснить. Конечно, должна быть какая-то работа над собой и дальнейшее движение. Батюшка, что быть с той ситуацией, когда только, соответственно, изменник знает о своей измене, вторая половина не в курсе, но человек уже раскаивается. И как быть? Да, это вот очень такой распространенный вопрос, который священнику задают на исповеди. Нужно ли говорить второй половине, вот здесь вот нужно понимать, что то, что вторая половина не знает, это иллюзия. Она на самом деле знает. Причем, конечно, не всегда умом, не всегда это вот в сознании, но на глубинном уровне все-таки семья — это единое целое. И женщине это известно. Я помню, был один такой совершенно невероятный случай, ну, в одной семье ко мне пришла женщина, она сказала, что мне приснился сон, что вот муж ей рассказал, что я изменил, как бы вот, каялся. Она пришла в слезах, потому что, ну, это было как просто вот, как наяву, да. И если бы я не знал, что это произошло на самом деле, я бы, конечно, не смог понять вот глубину этого. Конечно, все это известно в семье. Особенно это известно детям. Дети, они... Мы только думаем, что ничего не понимают. Они начинают болеть. Они начинают всячески пытаться, например, своей болезнью соединить. Сколько таких было случаев, когда муж уже хочет уйти даже, например, из семьи, решил. Буквально вот он ждет. Вот моменты, чтобы сказать, объявить об этом. И вдруг заболевает ребенок. Причем заболевает серьезно. Например, раком. И вот это внезапное горе и общая забота о нем, оно просто вышибает, да, человека. Поэтому то, что семья не знает, это иллюзия. Она на каком-то уровне знает. И именно поэтому очень важно действительно деятельное покаяние. То есть прийти к священнику, получить эпитимию, и, по сути, вот перед этой частью семьи, которая знает, вот принести вот это покаяние. И она, семья, вот эта душа, она будет знать и о покаянии тоже. И человек может быть принят обратно. Конечно, рассказывать жене вот так вот не нужно. Это не приведет ни к чему хорошему, если человек имеет действительно подлинное покаяние. Но еще раз повторю, что должна быть серьезная эпитимия от священника. То есть это не просто, что человек пришел и на исповеди рассказал, что он изменил. Обязательно эпитимия, которую трудно нести на какое-то достаточно длительное время. Может быть, до полугода или даже до года. И вот после этого он может спокойно возвращаться в свою семью. Батюшка, ну вот Вы сказали о том, что ребенок своей болезнью может объединять родителей, например. Какие еще могут быть ситуации и есть ли смысл сохранять брак только ради детей? Да, вот, к сожалению, очень часто можно слышать примерно такие рассуждения. То есть, жена, например, живет с мужем, между ними практически все кончено. Как вот мы сейчас вышли, нет интимной близости, нет вообще ни душевной близости, ничего нет. они живут в состоянии постоянного вот стресса такого от взаимного общения. Но при этом они живут, ну, первая женщина говорит, да, допустим, что я это делаю ради детей. Чтобы вот у них все-таки там был отец, там вот это-то. Но вот если это делается с такой формулировкой, то на ребенка кладется очень сильный долг. Ребенок это может не осознавать, но в глубине своей души он это понимает. Долг. Фактически мать ему говорит, я отказываюсь от своего счастья и от своего будущего и вообще от своей жизни ради тебя. Вот как это ребенок должен воспринимать? Что он сделает, когда вырастет? Он сможет стать счастливым в своей жизни? Нет, как правило, такие дети, они вырастают и они остаются смотрящими вот на несчастную мать в данном случае. Они могут не пойти в свою жизнь, остаться безбрачными, остаться рядом с родителями. Или они найдут такой же брак, где они точно такие же чувства будут испытывать. Они как бы останутся внутренне с мамой и скажут, мы горюем вместе с тобой. Это не решение для детей. Так не надо делать. Наоборот, дети, они хотят, чтобы родители были счастливы. Если родители счастливы, то дети свободны, они идут в свою жизнь. Если родители несчастны глубоко, то дети готовы отдать свою жизнь, но в свою жизнь счастливы, они не побегут. Поэтому такую ситуацию длить не надо, нужно находить решение. Уж каждое в конкретном случае, оно свое. Либо восстанавливается. Можем все-таки отношения на другом уровне, либо это другой брак, но не надо особенно вешать такой долг на детей. Спасибо, Господи, батюшка. Отец Алексей, что делать, когда в семью пришла весть о измены, которой на самом деле не было? Возникает безумная ревность, что с ней делать? Ну, понятно, что если измены не было, то тогда и повода для ревности нет. Другое дело, что действительно есть достаточно много людей, которые мучаются от ревности. Мучаются от ревности. И здесь важно понять действительно, насколько эта ревность объективна. В зависимости от этого разные уже способы действия. Если действительно ревность в какой-то степени объективна, но не то, что человек изменяет, но, например, он засматривается то, что мы говорим, другой, то здесь нужно понять, что у женщин, не важно, у супруга второго, может быть, мужчины, у него есть преимущество перед соперницей или соперником. Преимущество заключается в том, что он знает этого человека, знает, что ему на самом деле нужно. Это нам только кажется, что другая женщина, она там, она какая-то может быть волшебная, она точно такая же. У нее тоже две груди, они четыре. И все остальное у нее точно такое же. Но у нее нет столько информации о супруге, о том, что ему на самом деле нужно, что он любит, что на самом деле трогает его душу. Это все есть у жены. Если жена будет пользоваться этими всеми ключами, то монастойку форы даст любой любовнице. Если измена, вот сама ревность, она не обоснована, не обоснована, да, и женщина сама говорит, что ревность не обоснована. То есть муж не приходит слезами губной помады или от него не веет аромат духов другой женщины. Нет повода. Там нужно понять, откуда эти чувства взялись. То есть они могут либо взяться из предыдущего опыта. Например, предыдущий муж женщины изменял, и она этот опыт переносит на эти отношения. Но это уже чисто вопрос терапии, на которую стоит пойти. Либо может быть еще более сложный случай, когда эти чувства пришли из родительской семьи. Когда, например, отец изменял матери, да, и ребенок бывает, что она уже в своей взрослой жизни несет чувства матери. Опять же, это вопрос терапии. Бачка, вот вы упоминаете о психологах, о терапии. Вы считаете, что в принципе вот эти ситуации, связанные с изменой, целесообразно решать при помощи таких специалистов? Ну, безусловно. Психологи собаку съели на помощи тем, кому изменили, на помощи тем, кому нужно выйти из кризисной ситуации. Их основная функция – это помочь человеку найти ресурсы для того, чтобы жить, идти вперед. Вот, но нужно понимать, что светская психология, та, которая представлена академической наукой, да, она все-таки представляет человека как, ну, по сути, одиночество, перед лицом мира, человек, ну, судьба которого это просто вот набор случайностей. И в этом смысле она не может дать вот того глубинного контекста для понимания ситуации, которую может дать религия. Потому что, если мы говорим о том уже, что церковь может дать, да, таким людям, с одной стороны, и прежде всего это, конечно, ресурс, само по себе таинство причастия, когда мы принимаем в себя Бога, оно дает нам силы идти к свету и видеть все немножечко по-другому, чем когда мы сами сидим во тьме. А с другой стороны, все-таки церковь дает нам понимание того, что ничто в нашей жизни не случайно, что мы не одиноки, мы не брошены, что Бог есть, Он нас видит и ведет. и Он нам не свинью подкладывает, а Он ведет нас ко благу, потому что Он сам благ и есть любовь. Вот церковь, она как раз помогает человеку привлечь вот такое видение этой ситуации. Это, конечно, есть то, что не может дать никакая светская психология. Спасибо, Господи Батюшка. Осталось буквально пара минут и, может быть, что-то еще. Вот, например, о той влюбленности, которая может жить в браке и мешать ему. Да, бывают, к сожалению, такие ситуации. Это, кстати, свойственно именно православным бракам, потому что, если человек далекий от церкви, он, может быть, не настолько... себя как-то сдерживает, если у него есть влюбленность на стороне, она может действительно... Она легко может прорасти в измену, да? А если человек может быть церковный, и он как-то... У него больше сила воли, он не допускает самой физической измены. Но бывают такие ситуации, когда вот есть, допустим, женщина, да? Ну, для простых им, будем говорить, понятно, что симметричные тоже бывают случаи, которые живут в браке, у нее есть муж, дети, допустим, да? Но мы с мужем отношений таких особо теплых нет. Есть какая-то влюбленность на стороне, где действительно люди могут быть эмоционально близки друг с другом. и это влюбленность, что самое главное, она продолжается долго, что там полгода, год — это не срок. Например, пять лет и буквально, может быть, и десять. Вся жизнь вот в семье проходит под знаком этой влюбленности. это очень тяжелый тяжелый случай. потом повторить такой же опыт. Тоже не будут давать себе быть счастливыми. Поэтому нужно найти такое решение, где мать будет счастлива. Это во-первых. А во-вторых, все-таки, даже если человек осознает, что 80% его принадлежит, например, другому человеку, все-таки 20% или сколько-то принадлежит ой, батюшка, спаси Господи. Еще хочется задавать вам вопросы, но времени, к сожалению, нет. Благословите нас на прощание. Божие всем благословения, вот и дай Бог, чтобы, конечно, эта беда всех обошла стороной. Вот о кого коснулась, чтобы каждый нашел решение, вот то решение, которое будет хорошим не только для него, но и для всех. Храни всех, Господь. Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик Храма Святых Равноапостольных Константина и Елены Ирей Алексий Володин, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.